Всем бонжур, меня зовут Полина, с вами Читалочка, и сегодня мы выясняем, насколько же я сноб. На просторах зарубежного буктюба я нашла тег, который почему-то не очень популярен, но мне кажется, он может зайти в русскоязычном сегменте ютуба, посвященного книгам. По вопросам этого тега книжный сноб мы пройдемся чуть далее, и сразу скажу, что я добавила туда парочку от себяшных вопросов, которые мне показались уместными. Но для начала я хочу вам рассказать про само слово сноб и про его эмоциональный окрас. Если раньше, в 18-19 веке, этим словом называли сапожников или подмастерий, а за рубежом, во всяких там Кембриджах, словом сноб обозначали студентов без благородного происхождения, у которых за спиной не стояли богатые мамы и папы с табличкой аристократ, их тоже называли снобами, от латинского выражения sinonabilitate, то есть без звания, и аббревиатура этого слова и давала сноб. Время шло, и снобами называли тех людей, которые тоже не имели благородного происхождения, но всеми своими фибрами души стремились к аристократическому виду, повышали свой интеллект, даже если он не был высоким как таковой. Но, в общем-то, да, слово действительно нанесло за собой некоторую негативную окраску. Но в наше время, и благодаря медиапространству в том числе, слово сноб уже не является каким-то таким вот прям оскорбительным. Так что все те люди, которые когда-либо писали мне «Полина, ты сноб», знаете, вы сделали мне большущий комплимент. В наше время уже нет документальных государственно оформленных сословий, поэтому говорить о том, что у одного человека нет какого-то аристократического происхождения, ну, просто как бы нельзя и не очень-то культурно. Все-таки мы живем во время гипертолерантности. Но уж большинство читающих людей, как по моему личному мнению, так или иначе являются снобами. Особенно, если речь идет о чтении книг, которые не являются очень популярными и, в принципе, чего уж греха таить о чтении книг. Согласитесь, когда вы читаете какую-нибудь статистику или кто-нибудь из знакомых вам говорит «Ну вот, книги сегодня совершенно не читают», и вы такой «Подождите, я читаю, я принадлежу к этому интеллектуальному меньшинству, поэтому я молодец». Вот, вуаля, пожалуйста, ваш снобизм проявляется, даже если вы сами не отдаете себе в этом отчет. Ну и теперь перейдем к вопросам данного тега. «Всегда ли ты читаешь книгу перед просмотром фильма?» Нет, не всегда у меня не стоит какой-то вот галочки, что обязательно нужно прочитать книжку перед тем, как я пойду в кино, но все-таки, если у меня есть время, если у меня есть желание, то я постараюсь ознакомиться с первоисточником. Из ближайших примеров, пожалуйста, «Щегол Донны Тарт», который будет экранизирован, вернее, он уже экранизирован, там стадия постпродакшена и все дела, но не суть. Я в первый раз, когда начинала читать эту книгу, мне она не зашла, но все-таки я ее сейчас заказала в бумажном эквиваленте и хочу с ней ознакомиться до просмотра фильма. Фильм я буду смотреть, потому что... Потому что потому. Интересно мне, что из такой жирной, толстой книги могут все-таки сделать в итоге режиссеры, сценаристы и прочие ребята. Наоборот, например, «Исчезнувшую» я посмотрела раньше, чем прочитала книгу и до сих пор не могу решить сама для себя, что же все-таки было лучше, книга или фильм. Так что, да, у меня нет, конечно, такой прям вот четкой установки обязательно читать книгу до просмотра фильма, но по возможности я стараюсь так делать. К тому же, знаете, это очень приятный момент, когда вы выходите из кинотеатра с друзьями, и вы можете рассказать им, дать им новую информацию, что в фильме не показали, как герой представлен в книге, в общем, дать им пищу для размышлений. И, по-моему, это здорово, потому что таким образом людям с вами интересно общаться. Ну, по крайней мере, если они не делают, как персонажей из «Как я встретил вашу маму», как только вы начинаете занудствовать, и они такие «Пффф, я не умею так делать, но...» Короче, вы поняли. Вы можете выбрать только один формат, в котором можно читать книги до конца своих дней. Какой из них вы выбираете? Бумажные книги, электронные или аудиокниги? На самом деле бумажные. Мне кажется, тут все очень просто. Бумажные, бумажных вокруг меня черт знает сколько, и да, меня это несколько напрягает, потому что не совсем отвечает моим стандартам скандинавского уюта, который я хотела бы достичь, но все-таки бумажные книги доставляют мне гораздо больше удовольствия, и все-таки я отчасти являюсь библиофилом. И знаете, тут еще можно сказать, что ведь бумажные книги стоят так дорого. И в этом тоже будет определенный снобизм, потому что книги сегодня не стоят дорого, если вы, например, всегда ждете каких-нибудь скидок, акций, или, к примеру, пользуетесь кэшбэк-сервисом SmartySell. Тем более, есть мобильное приложение SmartySell, которое доступно и на Android, и на iOS, и можно совершать покупки удобным вам способом через приложение. В SmartySell около 1200 любимых магазинов, и он предоставляет выгодные комиссии до 50%. К тому же, если у вас возникнут какие-либо вопросы, вам всегда поможет круглосуточная поддержка, но самое главное для нас с вами, как для любителей книжек, там большой выбор магазинов, большая партнерская поддержка магазинов с кэшбэком, который занимается именно книгами, в том числе и издательств. Например, на книги издательства Man, Иванов и Фербер можно получить кэшбэк до 10%. Так что покупать бумажные книги я не перестану, пожалуй, никогда, и до конца своих дней готова выбирать именно бумажные книги. Вы бы пошли на свидание или вышли бы замуж за нечитателя, то есть за человека, который не читает книги? Для меня это один из самых наболевших вопросов, потому что меня очень часто спрашивают, а читает ли твой муж, а что он читает, а в каких количествах и так далее, и так далее. Я скажу вам сразу, мой муж читает. Конечно, не в таких количествах, как я, потому что у него несколько другие интересы и другие особенности рабочих отношений, но, знаете, я не чувствую никакого диссонанса, если он, например, не прочитал ту книгу, которая очень сильно вот мне в душу запала. Ну, правда, это не проблема, потому что таким образом я получаю удовольствие рассказывать об этой книге снова, 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 снова и так до бесконечности. Да, если бы он даже вообще ни одной книги не читал в своей жизни, ну, кроме букваря, я бы все равно вышла за него замуж. Бесит ли вас, когда кто-то путает ударение в фамилии автора? Поправляете ли вы таких людей? Я сама такая на самом деле, потому что есть, так я их называю, сломанные фамилии, которые вот прямо, ну, хочется их произнести по-другому, не так, как они названы. Если, конечно, речь идет о каких-то моих любимых авторах, хотя я не очень понимаю, как можно фамилию Бродского произнести с ошибкой, но все же, да, если у меня есть возможность, меня не триггерит очень сильно, я вежливо человека подправлю, объясню ему, в чем подвох, в чем прикол, но как бы мне не будет от этого прям триггерить, и искра из глаз моих не посыпется. Пятый вопрос. Вы должны отказаться от одного жанра, никогда больше не читать его до конца жизни. С каким жанром вам не по пути? Тут придется выбирать. На моей развилке Ян Кадалт и фэнтези. Фантастику я более-менее все-таки читаю, потому что, ну так, выходит, я снимала вам большое видео, почему вообще фэнтези не мой жанр, и, пожалуй, я все-таки откажусь от фэнтези, потому что если среди Ян Кадалта я готова находить алмазы неграненые, то вот, к сожалению, с фэнтези нам точно не по пути, и откажусь я именно от этого жанра. Вы можете выбрать чтение из одного жанра до конца своей жизни. Какой жанр вы выбираете? Тут можно начинать занудствовать, потому что вообще градация жанров современного литературного мира, она такая разрозненная, она такая обширная, придумывает какие-то невероятные новые жанры чуть ли не каждый год. Но давайте обратимся к классической классификации. Это высокие жанры, низкие жанры, я выберу, естественно. Высокие жанры просто потому, что именно к ним относится классическая литература, которую я в большинстве своем и предпочитаю и уважаю сильнее всех остальных жанров, ну и пускай это будут романы. Я небольшая поклонник рассказов, повестей, но пускай это будут романы. То бишь художественная литература, классика, поле непаханное просто для жизни, мне кажется. Как вы думаете, какой жанр получает наибольшее количество снобизма от книжного сообщества? Очень тяжело судить, потому что все-таки несколько разнится книжный мир на YouTube и книжный мир, ну, за пределами этой площадки. Например, в интервью Сергея Лукьяненко я читала, что вообще он часто сталкивается с тем, что литературные критики и прочие мастодонты книжного мира часто, читая его книги, обращают внимание на именно фантастику, на фэнтези, мол, как будто в этом жанре нельзя написать что-то достойное. Я бы могла согласиться с ним, и я действительно, когда готовилась к ролику про фэнтези, я видела, что да, многие люди к фэнтези относятся с каким-то вот пренебрежением, с таким снобизмом, типа фэнтези, что там можно сделать. По факту я не отношусь к этой категории людей, но мне кажется, что вот Сергей Лукьяненко в этом своем интервью был прав, и действительно эти жанры фэнтези, фантастика, именно современные фэнтези и фантастика получают больше всего кирпичей снобизма от литературных критиков. Вы когда-нибудь относились пренебрежительно к тому, что читали? Да, относилась. Есть недавний пример с Эбиссалием. Как только я начинала ее читать, я уже понимала, что ничего хорошего в этом не будет. Я уже пренебрежительно к ней относилась. И знаете, эта предвзятость моего отношения, она, конечно, присутствует, когда я читаю не только работы с Тейс Крамер, но в целом есть книги, за которые я берусь, и у меня есть предвзятость, что это может мне не понравиться. Но, однако, я всегда готова разрушить эти свои стеклянные замки и, в принципе, посмотреть на книгу свежим взглядом. Поэтому все нормально, все хорошо. Вы относитесь пренебрежительно к тем людям, которые читают, по вашему мнению, плохие книги или не читают вообще? Я не отношусь пренебрежительно к тем людям, которые, по моему мнению, читают плохие книги до тех пор, пока они не начинают проявлять это в жизни. Как, например, я уже приводила вам и рассказ про поклонниц Насти Крамер, которые настолько вдохновились этой книгой, что начинали матом ругаться на меня, желать моим родственникам и всей моей семье умереть и так далее, и так далее, и тому подобное. К тем людям, которые не читают вообще, я никак не отношусь, просто потому что, как бы, когда я встречаю нового человека, у меня нет цели говорить с ним только про книги. Хотя я замечала, что многие люди, встречая меня там так или иначе, почему-то начинают со мной сразу говорить про книги. Но, камон, со мной есть о чем еще поговорить, я знаю много всего интересного. Вот, поэтому для меня это вообще абсолютно неважный момент для, скажем так, заведения знакомства с новым человеком. Могу спокойно общаться и с теми людьми, которые читают, там, например, Дарью Донцову или ту же Стейс Крамер. Я, в принципе, с такими общаюсь, вон, и Аня, и Энтони, они же читают Настю Крамер. Но нормально, я не отношусь к ним пренебрежительно. Как вы относитесь к опечаткам в книгах? Абсолютно нормально, но когда это, там, допустим, три опечатки на 700 страниц текста. Если эти опечатки встречаются чуть ли не каждую страницу, вот тут я считаю уже своей необходимостью сакцентировать и ваше внимание на этом и достучаться до издательства, объяснив ему, что, блин, ребят, так нельзя, так нельзя, все-таки, как бы, ну, ты же, когда читаешь книгу, ты должен так или иначе развивать свой собственный литературный язык и, в том числе, и письменную речь, но если ты видишь ошибку, эта ошибка застревает в твоей голове благодаря плохой корректуре и редактуре текста, и это уже нехорошо, так нельзя. Но если этих опечаток, там, одна или две, ну, терпимо, терпимо. Еще очень важно, чтобы опечаток не было в книжках научно-популярных, потому что вот если там допустить опечатку, это уже будет, конечно, ахтунг, это вот прям будет триггер. И последний вопрос, самые сложные, на ваш взгляд, авторы, с которыми вам приходилось иметь дело? В данный момент я все еще читаю поминки по Финнигану Джеймса Джойса на языке оригинала, и пока что для меня это, пожалуй, самая сложная книга, потому что в оригинале очень тяжело продираться через этот текст, поэтому вам, наверное, я не рассказываю во всех выпусках, читала, читаю и буду читать, что вот я все еще читаю Джеймса Джойса, пожалейте меня, но как бы вот когда дочитаю, когда я смогу это сделать, тогда мы с вами об этом и поговорим. Ну и еще из последних, пожалуй, я могу назвать Дэвида Фостера Уоллеса, потому что через него тоже было местами сложно продираться, хотя он, в принципе, потом расслабился и пустил меня в свои покои, но поначалу, да, было очень сложно пройти эти 200-300 страниц фейс-контроля, которые затем позволили мне насладиться бесконечной шуткой от и до. Вот на этом, пожалуй, и все. Если у вас еще возникли какие-нибудь вопросы, которые касаются книжного снобизма, вы можете писать их в комментариях, возможно, я сниму отдельный ролик с ответами на он и если их будет достаточное количество, но у меня на этом все, не буду просить вас подписываться на канал, лучше смотрите те видео, которые вы еще не смотрели, и будем с вами и дальше читать вместе.